Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня 2 февраля, 18.00, и наш очередной эфир, в рамках которого сегодня мы обсудим рынок облигаций. Меня зовут Федотов Денис, и я являюсь пресс-секретарем сервиса «Газпромбанк инвестиций». Сегодня мне в помощь пришел Дмитрий Бабичев, аналитик долгового рынка, который нам об этом и расскажет. Дмитрий, добрый вечер. Денис, добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Все прекрасно. Дмитрий, я наткнулся в новостях недавно на новость о том, что 2022 год оказался очень успешным для российского рынка долгового капитала. СМИ считают, что корпоративные заемщики привлекли более 3 триллионов рублей без учета краткосрочных облигаций, замещающих или юаневых. Как следствие, хотелось бы у вас полюбопытствовать, как вы смотрите на эти цифры, кажутся ли они вам правдоподобными, и в принципе, какие тенденции сейчас существуют на долговом рынке, и что происходит с доходностью облигаций. Да, действительно, на долговом рынке были некоторые такие активности в прошедшем году, при том, эти активности были больше во второй половине года. То есть, с чем мы столкнулись в прошлом году, да, в феврале после внешнеторговых ограничений введения, у нас фактически фондовый рынок вообще становился, биржа перестала работать, ключевая ставка была поднята до 20%, вот, и биржа заработала только в апреле. Может быть, я ошибаюсь там в самом конце марта, но примерно так. Соответственно, в связи с высокой ключевой ставкой, цены на бумаги упали, была некоторая паника, вот, но постепенно, уже в начале апреля ключевая ставка стала снижаться, участники рынка стали адаптироваться к той ситуации, которая складывалась, вот, и, соответственно, уже с июня начались размещения, начались какие-то активные движения, вот, мы наблюдали снижение ключевой ставки ступенчато, то есть сначала это было в апреле несколько, насколько я помню, 2 снижения ключевой ставки. К июлю мы уже вернулись к ключевой ставке 9,5%, которая у нас была до февраля, вот, и в итоге в сентябре она снизилась до того значения, которое мы сегодня и имеем, это 7,5%, это достаточно для нашей страны низкая ключевая ставка, вот, и, соответственно, те бумаги, которые, то есть мы имели такой эффект, да, что бумаги давали достаточно большую доходность и постепенно, то есть несоизмеримо больше, чем ключевая ставка, скажем так, вот, постепенно, постепенно рынок устаканился, доходность бумаг стала ближе к ключевой ставке, и, в принципе, вот с сентября мы наблюдаем такую достаточно спокойную ситуацию, то есть там в сентябре был некоторый всплеск, доходности выросли, цены упали, вот, но в последующем потихонечку мы видим такую тенденцию небольшого снижения в последний, наверное, там, месяц достаточно все в пределах, там, нескольких десяток процента, вот, и что мы на сегодняшний день имеем, то есть самые хорошие, самые интересные выпуски надежных облигаций дают нам порядка 8,5-9, и 9,5 процентов годовых доходностей, в зависимости от срока обращения, вот, ОФЗ, соответственно, самые короткие у нас сейчас дают, там, 7-8 процентов, если мы говорим, там, до двух лет, и до 10 с небольшим, если мы говорим о длинной бумаге, как о 10 лет. Хорошо, а какие у вас предполагающие выражения по поводу, или ожидания по поводу ключевой ставки, в принципе, в 23-м году, и как вы считаете, что будет происходить с уровнем инфляции? Ну, ключевая ставка, да, это такой мощный инструмент по управлению инфляцией в стране. В принципе, мы столкнулись с достаточно высокой инфляцией весною, в последующем она снижалась, мы даже видели дефляцию в августе, в сентябре, вот, и на следующий момент инфляция у нас, ну, по итогам года, там, составила, насколько я помню, порядка 12 процентов, и она продолжит сейчас снижаться, хотя бы потому, что у нас есть эффект высокой базы, то есть, да, мы относительно вот этой высокой инфляции весны 2022 года, сейчас будем показывать совсем другие цифры, соответственно, мы вполне возможно покажем те самые 4 процента, которым мы, ну, мы, я имею в виду, что страна, да, там, государство, финансовые власти стремились к целевому показателю 4 процента, вот, и вполне возможно, что мы к этому и придем, но при этом сохраняется ряд рисков, внешне торговые ограничения, потом рост денежной массы, вот, и вполне возможно, что инфляция в последующем продолжит разгоняться. У нас на следующей неделе пройдет заседание света директоров ЦБ по поводу ключевой ставки. Я думаю, что она останется на этом же уровне, на уровне 7,5 процентов, но будет интересно послушать комментарии, заявления, вот, насколько они будут жесткие. И в последующем, я думаю, что ЦБ также понимает, что снижение инфляции, которое нам предстоит, это все-таки эффект вот этого высокобазы, и они не будут торопиться снижать ставку в ближайшее время, в ближайшие, там, я думаю, 3-4 месяца, 5 этого не должно произойти. Если будет какие-то движения, то в достаточно устном диапазоне, а потом уже, соответственно, трудно загадывать на более долгий срок. Я думаю, что за эти месяцы как-то что-то станет более понятная ситуация, и тогда уже будет приниматься решение, исходя из того, что будет иметь на тот день. Так, хорошо. В принципе, если мы будем отталкиваться с существующей тенденцией, то согласитесь ли вы со мной, если мы скажем, что на текущем моменте на рынке есть определенный бомб первичных размещений. Как вы думаете, что в принципе происходит на рынке корпоративных облигаций? Возможно ли подтвердить данный тезис каким-то образом? Ну, мы уже немного коснулись этого вопроса в самом начале нашей беседы. Действительно, некоторый бум первичных размещений происходит. Связано это с тем, что все-таки компаниям требуется регулярное финансирование кому-то на какие-то проекты, кому-то рефинансировать текущие долги. И фактически у нас весною рынка не было, никто не размещался, то есть возник такой некоторый перерыв. Уже в конце июня, в июле начались первые размещения. Тогда у нас еще ставка не опустилась за минимум, но она уже была на достаточно приемлемом уровне, в меньше 10%. И первые участники рынка стали выходить на первичное размещение. Тогда вышли Белуга, Мвидио, застройщик самолет, Афдор и так далее. Кроме того, появились тогда же новые имена, такие как Дели Мобиль, это сервис кошелька всем известный, а также ВУЖ, это оператор краткосрочной аренды самоката. Притом, по ВУЖу интересная ситуация, она пошла по той же дорожке, что и Positive Technologies годом ранее. На самом деле компании особо деньги заемные были не нужны, это был такой пробный шаг по выходу на публичный рынок, сначала на долговой вышли, но в последующем уже осенью они провели IPO и вышли соответственно на рынок капитала, разместили акции. Также у нас произошли интересные такие явления, появились бумаги нового типа на рынке. Во-первых, у нас произошла вообще некоторая переориентация экономики на восток, поэтому экспортерам стало интересно фондироваться в валюте дружественных стран, появились юаневые облигации. То есть достаточно давно компании, крупные российские компании, экспортеры выпускали еврооблигации, это облигации, которые номинированы в валюте отличной от домашней, скажем так, от рублей, это может быть евро, доллары, иены, швейцарские, франки. Независимо от того, в какой валюте были номинированы, эти облигации назывались еврооблигациями. Также еврооблигации выпускались в зарубежной инфраструктуре и прежде всего они выпускались для иностранных инвесторов. Ввиду введенных ограничений исполнять свои обязательства по долгам компаниям стало некоторым совсем невозможно, некоторым проблематично. И был указ президента выпущен в июле этого года, прошедшего года, извиняюсь, уже, о том, что несмотря ни на что компания должны выполнять свои обязательства перед инвесторами, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, то есть в российских депозитариях. Были выпущены такой инструмент как замечающие облигации, это облигации, которые обменивались на вот эти самые еврооблигации, которые были на руках российских инвесторов, и их условия практически полностью повторяли условия еврооблигации, то есть срок погашения, регулярность выплат, сроки выплат и все проще. Единственное, что выплаты производятся в рублях по курсу ЦБ на момент покупки. То есть вот такой продукт у нас появился на рынке, которого раньше мы не видели, плюс юаневые облигации, облигации номинированы в юанях. Вот они также в отличие от еврооблигаций полностью учитываются в нашей инфраструктуре, поэтому инфраструктурные риски здесь практически исключаются. Таким образом, подытожу, у нас есть, скажем так, три класса бумаг, которые выходят начиная с июня, с июля на рынок активно. Это юаневые бумаги. По юаням у нас выпустили бумаги такие эмитенты, как Металлоинвест, Евразийский банк развития, Сегежа, Норникель, Полюс, Русал. Первым был Русал. Сейчас у нас появились даже высокодоходные облигации в юанях для инвесторов доступны быстро деньги. еще в процессе размещения идет на ЮГК, это юаневые бумаги. Что касается замечающих облигаций, то там достаточно большой перечень тоже эмитентов. А что касается рублевых облигаций, как я уже сказал, что был такой временный промежуток и компании нагоняли время. Они начали активно размещаться с тем, что был перерыв. Кроме того, нынешняя ключевая ставка позволяет компаниям занимать относительно недорого и они в принципе этой ситуации пользуются. этот процесс не останавливается. В начале января был спад ввиду того, что в январе активность в любых сферах снижается, кроме сервиса Дедов Морозов. Но сейчас у нас идет размещение сразу же нескольких эмитентов. Это Азбука Вкус совсем известная ритейлер продуктовый Магнит Евротранс Вот то есть размещение продолжается. Хорошо. У меня интересно а юаневые облигации в принципе могут на текущий момент стать полноценной заменой облигациям в долларах или евро? Если смотреть на примерные процентные ставки. я думаю давайте тогда так сделаем мы сравним то есть юаневые облигации на ней сейчас дают меньшую доходность как правило чем замещающие облигации о которых я говорил вот я не думаю что можно говорить о том что юаневые облигации должны стать альтернативой облигациям в долларах и в евро то есть диверсификация это все-таки очень полезно для любого инвестора и вот в этом смысле юаневые облигации да нам позволяет расширить возможности инвестирования да то есть и нести еще одну валюту в свой портфель которая при этом будет в отличие от там лежащих денег просто там или на полочке или просто на счете еще будет приносить какой-то доход доход вот я бы не стал бы противопоставлять юаневые бумаги долларов и евро вот что касается замечающих облигаций то это замечательный инструмент у нас в основном ну как как-то так сложилось да что было такое предпочтение стремление сохранять валюте вот валюта это такая вещь которая любима народом в этом прошедшем году мы столкнулись с тем что оказывается что чтобы валюта валюта полежала банки за это еще иногда приходится и платить а не только получать на это хоть минимальный доход вот и вот замечающие облигации они позволяют как раз таки сохранить валютное испережение вот избавившись от всех инфраструктурных рисков даже если там произойдет что-то самое невероятное да мы и цб не сможет устанавливать курс такой вариант обсуждался все равно на основе курсов какой-то курс будет установлен и все-таки в какой-то мере рисков всех не избежать инвестиции всегда связаны с рисками но в какой-то мере тем у кого есть валюта замещающие облигации позволяют достаточно безопасно не только сохранить ее но и в какой-то степени приумножить при том сейчас замещающие облигации ну дают они достаточно интересную доходность газпромовские бумаги длинные со сроком погашения в 28 29 году они дают 6-7 процентов доходность что очень даже неплохо юаневые бумаги обычно дают доходность поменьше они дают порядка 3-4 процентов годовых я надеюсь я ответил на ваш вопрос тут я соглашусь доходность у них примерно такая и есть кстати вы ранее затронули облигации в принципе строительный сектор и хотелось бы у вас узнать поподробнее облигации строительного сектора насколько сейчас хорошо иметь в своем портфеле и каковы риски в принципе у строительного сектора на текущий момент какие подводные камни есть вообще традиционно считается строительный сектор достаточно повышенного риска скажем так да и сегодня складывается такой негативный информационный фон по этому поводу вокруг этой отрасли то есть мы привыкли что в течение последних лет льготная ипотека стала таким катализатором развития этой отрасли потом соответственно цены росли спрос рос и строители очень быстро соответственно продевали свой бизнес ввиду того что прошедший год был совсем непростым в принципе сохранялась некоторая неопределенность спрос существенно упалось плюс разговор о том что пора бы наверное год ипотеку приостановить в итоге мы знаем что ее в конце года продлили чуть на других условиях ставка стала чуть менее привлекательной но все-таки сейчас идет разговор о том что для молодой семьи там новая программа будет но в целом она развивается но все-таки какая-то борьба идет между правительством цб кроме того запретили насколько я знаю уже запретили ну и по всякому случае таких предложений вроде уже не встречается ипотека под 0,1% субсидирована ипотека застройщиками вот то есть какой-то спад да на строительном рынке есть вернее на рынке жилья ну и статистика это подтверждает вот но сразу же появляется сообщение что стоит обсуждать череду банкротств никому квартиры не нужны пузырь надулся сейчас лопнет и так далее и тому подобное ну о пузырях я рассуждать не хочу вот но я хотел бы обратить внимание что есть очень такой мощный инструмент для защиты устойчивости застройщиков это скроу счета вот что такое скроу счета то есть покупатель квартиры если дом еще не построен он его средства поступают на отдельный счет воспользоваться которым застройщик не может скроу счета то есть когда дом достроен тогда скроу счет раскрывается и застройщик получает деньги при том там очень интересная ситуация что если застройщик финансируется в том же банке где у него скроу счета открыты то у него совсем не рыночная ставка кредитования вот и в общем суть в следующем что даже если мы предположим что продажи упадут очень существенно то сильные застройщики я говорю сейчас не о каждом да я застройщик я сейчас не хочу ни в коем случае сказать что в этой отрасли все хорошо все выживут и все будет можно в этой отрасли складываться не боясь ситуация у каждой компании разная но вот такой момент то есть если у компании достаточно серьезно наполнены скромчета а допустим не так давно я смотрел у самолета допустим денег на скромчетах было больше чем общий долг вот соответственно если скромчета достаточно сильно наполнены то в случае катастрофического падения спроса компания может перестать развивать новые проекты но свои долги гасить за счет раскрытия этих скромчетов то есть все не так однозначно надо смотреть на конкретного застройщика есть компания у которых скромчета не так хорошо наполнены но в целом говорить о том что отрасли катятся пропасти надо быстренько избавляться от любых бумаг связанных с ними наверное это не совсем верно я сейчас опять же говорю что это касается долгового рынка то есть если мы говорим о перспективе строительной отрасли в плане развития в плане развития бизнеса застройщиков это другой разговор вот но в целом то есть если мы осмотрительно выбираем облигации строителей это достаточно такая история может быть интересна при том ввиду того что традиционно строительного сектора считается достаточно рискованным то и доходности там повыше чем у компаний аналогичного там масштаба из других секторов хорошо в принципе это даже достаточно интересно Дмитрий поделитесь в принципе как выбирать облигации на что обращать внимание может быть какие-то нормативные показатели или конкретные характеристики у них ну это очень индивидуальный вопрос у каждого инвестора свой риск профиль давайте так ну начнем если мы говорим о начинающем инвесторе то абсолютно точно нужно обращать внимание на самых надежных на самых надежных имитентов то есть даже так давайте вернемся чуть назад выбор облигаций состоит из двух составляющих таких крупных составляющих это выбор эмитента и выбор длины бумаги то есть срока ее обращения до погашения или до оферты вот вот исходя из потребностей и риск профиля отдельного инвестора ему нужно выбирать бумагу подходящую ему то есть нет вот эта бумага хороша если человек совсем не хочет разбираться то наверное имеет смысл приобрести ОХЗ или крупнейших корпоративных крупнейших компаний российских облигаций да ну вот положить на ИС и у вас получится очень даже неплохая доходность учитывая налоговый вычет ну вот если вас ну я уже обозначал доходность на которую можно рассчитывать по самым крупным корпоратам и по ОХЗ вот это до 10% по самым длинным бумагам но важно учитывать какие у вас цели если вы собираетесь держать бумаге определенный срок допустим до конца срока действия ИС или у вас есть планы накопить на какую-то крупную кубку мало не там еще какие обстоятельства то стоит выбирать бумаги которые будут по сроку погашения или по эффекту близки вот к этой вашей точке почему так потому что рыночные условия меняются и спрогнозировать что будет через полгода достаточно тяжело ключевая ставка соответственно может существенно меняться в разные стороны и есть четкая зависимость если ставка растет цена облигации падает ключевая ставка растет доходности бумаг соответственно тоже растут они стремятся за ключевой ставкой цена облигации падает и процесс может происходить в обратную сторону ключевая ставка падает доходности снижаются тело облигации растет вот чем вы можете столкнуться что когда вам понадобятся деньги вы захотите скажем так обналичить продать облигации вы можете попасть в неблагоприятный для себя цикл и вплоть до фиксации убытка может даже до такого дойти если у вас более длинный горизонт там какая-то пенсия до пенсии или еще что-то то соответственно там уже можно не привязываться конкретно дать это можно диверсифицировать портфель смотреть на конкретно рыночную ситуацию сейчас потом делать какие-то прогнозы на будущее и там свою стратегию какую-то строить надо понимать что как правило у длинных бумаг доходность выше потому что вы риск на себя больше берете вот у коротких бумаг доходность ниже значит по да и чем длиннее бумага тем она более чувствительна к изменению ставки есть такое понятие дюрация она измеряется в годах и если грубо так вот совсем грубо на самом деле расчеты чуть сложнее количество дюрация в годах измеряется и это значит что если меняется доходность бумаги на 1% то цена ее меняется на количество процентов равным дюрации условно говоря дюрация 5 лет меняется доходность была у бумаги 10% стала 11% соответственно цена на этой бумаге должна снизиться насколько она снизится в случае если дюрация 5 то она снизится на 5% вот чем длиннее бумага чем длиннее дюрация тем более чувствительна бумага к изменению ставки вот поэтому со сроком обращения бумаги надо быть осторожным и понимать чего вы хотите и какие у вас горизонты возвращаясь к бумагам ой комитентам как выбрать комитента здесь надо определить свой риск профиль соответственно у нас есть подборка приложений надежные облигации там в принципе достаточно ликвидные бумаги которые сегодня обращаются на рынке с разным сроком обращения и вы можете посмотреть какая бумага вас устроит и в принципе выбрать что-то из этого списка если у вас вы хотите больше доходности то придется на себя брать больше рисков сажению в инвестирование это правило работает железно если вы доходность связана с риском чем больше риска тем больше доходности выбирать бумаги можно по рейтингам можно самому изучать отчетность читать рейтинговые агентства потом участвовать в различных группах наблюдать какие новости компании приходят о чем говорят другие инвесторы но хотел бы обратить внимание что ничего из этого вас полностью не застрахует от возможного дефолта соответственно чем более рискованную стратегию вы выбираете чем более такие компании с худшим рейтингом вы выбираете тем больше вы должны быть ну скажем так в теме вы должны постоянно наблюдать что там происходит если мы говорим о секторе ВДО купить ВДО это высокодоходные облигации бумаги достаточно низким рейтингом но там и доходности бывают достаточно высокие если вы хотите зарабатывать на этом рынке то вам нужно быть всегда вот в этом информационном поле купить ее и положить забыть на 3 года держать в портфеле и заниматься своими делами не сама лучшая практика если у вас нет времени желания заниматься этим то лучше обратить внимание на более надежные бумаги вот если я коснулся уже подборок у нас кстати в приложении есть подборки и юаневых бумаг которые номинированы в юане то о чем мы говорили вот и отдельная подборка замещающих облигаций хотел бы кстати обратить внимание что там указана цена в рублях но это связано с режимом с режимом торгов то есть бумаги могут они в любом случае номинированы в той валюте в которой были номинированы еврооблигации то есть там большинство в долларах есть еще в евро вот но их можно купить за рубли по курсу ЦБ если мы видим что у нас что торгуется в рублях это значит что больше ликвидности там где они торгуются за рубли вот и поэтому мы видим цену в рублях это не значит что бумага рублевая в любом случае вы покупаете цена ее привязана жестко к курсу доллара купонные выплаты вы получаете исходя из курса доллара на момент выплаты выплаты доллара я сейчас говорю так в общем это могут быть и евро да там иностранные курсы иностранной валюты и погашение будет происходить тоже по курсу ЦБ на момент погашения вот также у нас там есть подборка ежемесячный доход вот то есть вы можете сформировать свой портфель таким образом что вы будете получать доход ежемесячно рентный доход да вот рынок облигаций дает такую возможность построить портфель так чтобы он давал достаточно относительно стабильный денежный поток получается что в принципе не в укор дивидендным акциям которые периодически выплачивают с изрядной стабильностью хотелось бы уточнить можно ли себе организовать пассивный доход за счет облигаций и на какой процент можно в принципе рассчитывать при различных объемах фортфелем я бы не хотел противопоставлять облигации акции это два разных мира все-таки мир акций ну вообще по большому счету акции дают больший доход на длинном горизонте вот в нормальной ситуации в целом опять же год два-три это не длинный горизонт мы говорим о длинном горизонте акции дают больший доход но за счет чего за счет большего риска за счет большей волатильности облигации это достаточно консервативный инструмент инструмент если мы не берем там отдельные подвиды облигации это инструмент с фиксированным доходом вот и если построить портфель достаточно надежный то вы можете и держать бумаги до погашения то вы точно знаете сколько вы будете получать и сколько в итоге вас будет доходность от облигационного портфеля вот важно конечно чтобы не случился дефолт кто-нибудь эмитента из вашего портфеля вот но если мы говорим там консервативном подходе то в принципе да можно создать портфель высокой степени надежности который будет давать вам постоянный доход вот но я задумался и сказал ли я о диверсификации вот это очень важно в облигациях особенно в облигациях не самого первого эшелона то есть которых не самый высокий кредитный рейтинг очень важно не концентрироваться на одной двух трех бумагах важно создавать достаточно объемный портфель ну объемный в плане количество бумаг которые у вас находятся диверсификация очень важна и чем менее надежные эмитенты у вас присутствуют в портфеле тем меньшую ставку на каждого из них надо делать тем больше диверсификация у вас должна быть Дмитрий да да вполне у меня интересует тогда следующее если даже без привязки к ВДО в принципе при выборе облигации насколько нам важно проводить фундаментальный анализ эмитента в целом для того чтобы понимать насколько возможен риск дефолта я думаю что здесь опять же зависит от того в каком эшелоне мы выбираем эти бумаги если мы говорим о так называемом первом эшелоне самые надежные облигации но всегда полезно провести фундаментальный анализ посмотреть долговую нагрузку динамику компании но можно с высокой степенью вероятности полагать что такие компании как Роснефть Газпром Газпромбанк Сбербанк и прочие компании из этого ряда они особенно с государственным участием они не допустят дефолт если и будут какие-то возникать трудности то скорее всего будет какой-то информационный шум здесь я предвижу что может возникнуть вопрос по поводу Роснано была такая история это государственная компания в которой был высокий рейтинг но в конце 2021 года пошли разговоры что компания не зарабатывает деньги а почему государство должно платить а может быть не надо платить а платить только по тем бумагам по которым есть государственные гарантии в итоге пока что все хорошо компания платит но это пример того что даже в случае государственных компаний в случае хорошего рейтинга имеет смысл посмотреть в отчетность и проверить компания вообще зарабатывает деньги да или нет и какое ее ну если компания зарабатывает деньги в этом в этом в этом ашелоне это уже наверное придает какую-то верность чем дальше мы углубляемся в более рискованной бумаге тем анализ должен быть более широким вот и для непрофессионала это наверное будет уже непросто но могу порекомендовать читать хотя бы рейтинговые отчеты рейтинговых агентств там зачастую какие-то моменты указаны каким риски существуют но повторюсь что полностью полагаться нельзя ни на рейтинг ни на мнение рейтингового агентства гарантию никто вам не даст хорошо Дмитрий тогда предлагаю переходить к нам к вопросам слушателей слушатели еще раз напоминаю что вы можете писать свои вопросы под последним комментарием под последним постом в разделе комментариев итак Михаил нам пишет Михаил добрый вечер это наш регулярный гость он задается следующим вопросом облигации для больших капиталов точнее облигации для больших капиталов а заработать на них капитал невозможно насколько вы согласны с этим тезисом то есть он считает что облигации для больших средств в то время как зачастую на них их сложно скопить давайте так рынок облигаций он на самом деле достаточно обширен если мы говорим о консервативном подходе то есть самые надежные облигации без каких-либо там дополнительных плюшек таких как иис то такие облигации скорее помогают сохранить капитал а не его приумножить доходность близка к инфляции опять же есть какие-то временные промежутки где бывают перекосы но мы говорим о более-менее таком длинном промежутке времени то есть в целом самые надежные облигации дают доходы сопоставимые с инфляцией и позволяют средства сохранить более рискованные облигации позволяют чуть-чуть уже заработать да вы берете на себя дополнительный риск но вам за это какое-то вознаграждение приходит рекомендовать не могу это у каждого свой риск профиль я еще раз повторюсь чем более мы глубоко уходим в такие облигации рискованные тем больше внимания это требует я думаю не у каждого человека который хочет сохранить приемножить свои средства есть время заниматься этим своя работа есть еще увлечение семья и прочее прочее вот поэтому если мы берем просто самый консервативный подход это не про заработать это сохранить но есть стратегии допустим брать более длинные бумаги когда подходит определенный срок их продавать брать опять более длинные вот ну как я уже говорил более длинные бумаги дают большую доходность соответственно они к моменту погашения все больше набирают стоимость да вот становятся дороже а доходность снижается и таким образом перекладываясь можно повысить доходность есть такие стратегии можно обратить внимание на более рискованные инструменты может есть и спекулятивные стратегии по облигациям так что заработать можно но в целом консервативно облигации ну облигации консервативный инструмент да и соответственно они позволяют скорее сохранить средства чем существенно приумножить свой капитал хорошо Василий спрашивает что вы скажете об облигациях Роснано ну на этот вопрос мы ранее отвечали думаю что если резюмировать можно сказать следующее если эмитент на базе анализа подходит вашему риск профилю то можете смело брать если нет то лучше откажитесь в целом компания развивается достаточно стабильно если я не прав Дмитрий то поправьте Роснано это не та облигация которую можно вообще как-то рекомендовать или не рекомендовать да то есть новостной фон был плохой звоночек прозвенел снижение рейтинга было пока они потели то есть что касается бумаг с господдержкой с госгарантиями то там есть уверенность что они погасятся но надо понимать что госгарантии касаются только номинала а не купонов вот последние дни какие-то прозвучали там позитивные сигналы от руководства Роснано что они хотят продолжать платить вот возможно что будет реструктуризация и возможно будет погашение по цене меньше чем номинала но в целом вот это кто как вопрос веры да случится не случится может в какой-то степени казино вот а шансы победы там каждый для себя в общем непростая бумага там делать крупную ставку наверное на нее я бы не стал это в любом случае получается анализ эмитента и принятие каких-то определенных рисков потому что иначе в этом никак хорошо Юрий пишет ситуации еврооблигации были по 100 в лоте и купон до 10% в валюте а сейчас можно купить хоть одну но купон 3,5 действительно ли так у нас упали сейчас Дмитрий проценты купоном смотрите купоны не упали абсолютно то есть купоны замещающих облигаций абсолютно соответствуют купонам по еврооблигациям вот просто разные бумаги выпускались в разные рыночные циклы и от этого то есть у нас есть Тарус 28 выпущенная бумага у нее купонная доходность 12,5% но она торгуется там что-то 138% от номинала поэтому ее общая доходность 4-5% не помню точно вот то есть еврооблигации действительно они были рассчитаны на крупных инвесторов и поэтому на внешнем рынке они там продавались слотами 120 тысяч долларов ну 120 штук а номинал 40 тысяч долларов вот сейчас замечающие облигации нужно как-то среди инвесторов ну повысить ликвидность да и естественно что такие большие суммы большого количества инвесторов по одному лоб то есть по тысяче условных единиц гораздо более широкий круг может позволить себе такую инвестицию и поэтому они так и предлагаются сейчас на дежу в принципе расширение воронки до инвесторов которые могут себе позволить купить лот чуть меньше еще раз хочу повторить что купон никак не зависит от этой ситуации что там поменялась лотность купону устанавливается либо на всю жизнь облигацию либо до оферты и во время оферты эмитент может ее изменить вот если мы говорим об очереди путь замещающие облигации которые сейчас выпущены взамен евро облигациям они по купону по всем основным параметрам полностью повторять еврооблигации там какие-то координанты могут чуть-чуть измениться но основные которые параметры срок погашения дата выплаты валюта и прочее они полностью совпадают с еврооблигацией на смену которым они приходят хорошо вопрос от валерия хотелось бы услышать оценку реальности замещения облигаций хранящихся в евроклире он рассматривает на примере допустим замещения фунтовых облигаций со сроком в 24 году со сроком погашения вероятно я так понимаю речь идет о газпроме фунтовом по ним замещение уже прошло замещение прошло то есть или если ваши права не учитывается в российской инфраструктуре то там есть всякие схемы но это такое там лучше к наш продаж обратиться это непростой вопрос технология перевода бумаг и прочее хорошо Анна спрашивает куда лучше разместить несколько миллионов рублей в облигациях или в недвижимости ну я советов давать не могу это прежде всего скажем так психологически конечно комфортнее когда у вас есть что-то кирпично-бетонное вот чем что-то в приложении да это цифры однако я так понимаю несколько миллионов рублей в недвижимости это самая скромная это студия однокомнатная квартира если вы предполагаете получать с нее пассивный доход то я думаю что там доходность будет весьма весьма скромная пять процентов годовых плюс-минус это не учитывая какие-то еще сопутствующие расходы если вы рассчитываете на рост стоимости это другая история вот все-таки тогда можно порассуждать сравнить акцию наверное и недвижимость здесь если рассуждать именно денежном потоке то даже самые надежные облигации дадут больше денежный поток но облигации это по факту деньги они если вы это погашение одержите облигации вы получите ровно ту сумму которую вложили плюс процентный доход я думаю что вы рассчитываете в недвижимости еще на получение дохода за счет роста стоимости но это такой дискуссионный вопрос я лишь скажу что на разных рынках в разных регионах ситуация очень разная но если мы берем 15-летний горизонт вернее 15-летний промежуток 15-летнюю историю рынка недвижимости в России то были периоды когда были может быть не сильно существенное снижение цен были периоды стагнации годами цена существенно не менялась например меркам последних лет показывает что недвижка может расти очень быстро вот то есть здесь вам надо самим взвеситься за и против что вам ближе хочу еще сказать что все-таки облигации это гораздо лишь виднее первое и второе в облигациях возможно гораздо больше диверсификации если у вас несколько миллионов рублей вы можете позволить себе одну единицу жилого помещения скажем так да на несколько миллионов рублей в облигациях вы можете выбрать стой эмитентов вот разложиться по совсем разных бумагам гиперсификация в этом плане ну это плюс облигации но решение за вами дмитрий а мы можем допустим исходить из таких логических убеждений например в акциях есть показатель коэффициент как п на е это как у нас по русски это происходит про сернинг цена прибыли ну да 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 процесс который регламентирует процесс окупаемости по факту мы можем ведь этот процесс окупаемости каким-то образом наложить на облигации и посмотреть за сколько у нас по времени окупится облигация и в то же время окупится недвижимость которую мы приобрели ну смотрите возвращая дюрации что такое дюрация это за сколько полностью окупится вложение в облигацию то есть это достаточно если предположим что купон по облигации не получается то дюрация ее равна сроку обращения если идут платежи купонные или амортизация то соответственно срок дюрации становится все меньше и меньше чем срок обращения облигации вот ну дюрация зависит от нескольких факторов частота платежей есть амортизация или нет так далее но это полностью вам дюрация за сколько времени вам полностью вернется то что вы вложили квартире история другая вы хотите наверное за сколько вам вернется стоимость квартиры но квартира еще при этом останется вот я думаю что здесь надо исходить из следующего если мы не берем рост цены на квартиру то в среднем по рынке по рынку есть очень много исключений есть разные рынки есть города в которых население убывает есть города в которых население прибывает маленькие большие города но в среднем доходность сдача жилой квартиры грязными около там 5-6 процентов в некоторых городах 4 давайте такой диапазон 4-6 процентов по облигациям настоящий момент настоящий момент по самым надежным я уже говорил и достаточно ну это надо повыбирать такие облигации поинтересным это можно рассчитывать на 9 9,5 процентов на вот конкретный пример допустим газпромов облигация с погашением в мае 25-го года чуть больше 9 процентов дает более такие рискованные но крупные тоже компании они могут давать там 11 12 есть еще вопрос налогов потому что с купона однозначно вас удержат там вы может быть там сможете как-то в темную но ни в коем случае не рекомендую все все тайное становится явным это определенные риски вот то есть по облигациям у вас в любом случае будет белый доход и он будет где-то в два раза больше но в случае каких-либо катаклизмов конечно бетон сохранится а деньги допустим там какой-то апокалипсический сценарий гиперрегуляция на которую сейчас никаких предпосылок к этому нету но все-таки облигации это деньги а бетон это бетон но здесь мы возвращаемся риск доходность доходность облигаций в два раза выше благодарю Дмитрий за ответ нам пишет Максим тоже наш постоянный гость зачем физикам облигации на 5 плюс лет может лучше акции широким фронтом ведь реальная инфляция обойдет любые доходности как вы считаете согласны с ним вообще считается что акции это некоторая страховка от инфляции да потому что на каком-то длинном промежутке бизнес в любом случае эту инфляцию поглотит но надо понимать что у акций достаточно большая волатильность и ну да широким фронтом это однозначно правильный подход потому что если на одной компании концентрироваться неизвестно какие там на нее ограничения будут наложены что там с ней случится с ее бизнесом произойдет даже вроде казалось бы у самой перспективной компании может наступить не самый благополучный сход а вот по облигациям все зависит от если вы верите в гиперинфляцию то наверное в облигации вам не стоит вопрос на длинном горизонте опять же там история показывает что облигации опережают да надежные они соответствуют инфляции здесь же еще опять же если вы реинвестируете свои купоны свои доходы или периодически докладываете какие-то средства в момент кризиса вы покупаете очень недорого облигации и получаете очень высокую доходность то есть те люди которые покупали в апреле в мае облигации они получили доходность просто неспомеримую с акциями которые получили люди за это время вот когда ОФЗ там торговали с доходностью там 18% да вот покупали по таким ценам даже спекулятивно сейчас если продать то доходность там будет очень высокая если же у вас просто портфель который вы держите вы докупаете такие циклы то соответственно у вас может доходность выровняться скажем так стать гораздо выше на вот если вы верите в очень высокую инфляцию то наверное облигации во всяком случае можно рассмотреть и другие инструменты кроме облигаций вот но облигации это рабочий инструмент история это показывает и на длинном горизонте посреди с акциями доходность у них не существенно разница какие-то определенные циклы может расходиться но потом все приходит в итоге примерно когда мы заменим хорошо дмитрий расскажите пожалуйста еще что-нибудь про облигации на внебиржевом рынке об этом нас просит вели ну я так понимаю речь идет скорее всего облигациях валюте о еврооблигациях они активно обращаются на внебиржевом рынке но это только для квалифицированных инвесторов проводятся сделки там практически в ручном режиме то есть я думаю что это нужно если вас действительно эта тема интересует нужно обратиться нашим трейдерам и они уже там более подробно все технологические особенности расскажут хорошо Юрий спрашивает твое мнение о вечных облигациях кто может об этом подсказать вечные облигации ну во-первых они доступны только для квалифицированных инвесторов во-вторых ну вы должны понимать зачем они вам вообще вечные облигации они как правило не являются вечными то есть у них как правило есть кол оферта и эмитент может в любой вернее не в любом в дату кол оферты может их принудительно выкупить и погасить соответственно тут очень много моментов по какой цене там выше ниже номинала сейчас торгуется потому что когда будет кол оферта вы можете если пол оферта случится вы можете там потерять если вы не рассчитывали на нее что что-то произойдет выкуп в общем бумага для квалифицированного инвестора и поэтому инвестор должен быть действительно квалифицированным понимать для чего ему эта бумага бумага нужна рисков больше но как правило еще раз повторюсь риски связанные с заходностью и заходности по этим бумагам также выше последний вопрос от Василия Василий спрашивает насколько реально прогнозы по инфляции нашего правительства как вы думаете полностью ли учтены всевозможные риски на текущий момент здесь вопрос дискуссионный у каждого человека есть личная инфляция она как правило не совпадает с официальной можно всегда услышать да как там может быть инфляция 12% вы видели машины подорожали в два раза сметана в три раза и прочее прочее но личная инфляция все таки она имеет ну она не глобальная все таки у Росстата больше данных дискутировать на то что там что-то подкручивается я не хочу и не готов но имею то что имеем то есть у нас других ориентиров нету мы ориентируемся на то что нам дают это точно более точная цифра чем личная личная инфляция кого-либо даже моя личная вот ну у нас действительно снижается сейчас цены после того пика который был весною вот и я думаю что мы сейчас живем в очень переменчивом мире все может поменяться через 3-6 месяцев очень существенно но пока что я думаю что оценка наших финансовых властей достаточно адекватна последний вопрос еще извините пропустил спрашивают просят дать пару слов про облигации с индексируемым номиналом ОФЗ с индексируемым номиналом я так понимаю что это облигации которые привязаны к инфляции и в них индексируются в зависимости от показателя официальной инфляции номинал здесь зависит от уровня инфляции индексируется что что сейчас индексируется зависимость от уровня инфляции все верно да ну это непростой инструмент там достаточно сложно рассчитать реальную доходность там есть временной лак соответственно и то есть такие вот сложности да есть как бы минусы на вот кроме того кроме того нужно точно понять вы верите то что официальная инфляция будет существенно расти в следующий там промежуток времени если вы верите ну тогда если имеет смысл обратить внимание на эти бумаги если вы на там сто процентов в этом не уверены то может быть и не стоит мне кажется более простой инструмент это с плавающим купоном где тоже есть с плавающим купоном который купон привязывается к руоне руоне это ставка мербитбанков кредитования там и какую-то корреляцию с инфляцией все-таки имею то есть скажем так инфляция крылья с ключевой ставкой руоне с ключевой ставкой вот так что у нас вроде финансовые власти ведут себя относительно предсказуемо поэтому может быть если вы хотите какую-то такую защиту от инфляции то этот инструмент будет проще понять ну что же благодарю слушателю за то что сегодня пришли Дмитрий вам тоже персональная благодарность на этом желаю всем вам доброго вечера всех благ и до новых встреч уже получается следующий вторник Дмитрий всего хорошего всем спасибо за внимание хорошего вечера до свидания до свидания Продолжение следует...